Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ Стратегический директор проекта Persona Grata Group Кандидат физико-математических наук Тренер, психолог, трекер И она мне сегодня буквально на пальцах расскажет Вот все, что происходит сейчас в современной науке В области искусственного интеллекта Правильно говорю? Добрый день, да, буду стараться Итак, Иллакай, первый мой вопрос Что совсем скоро у нас есть информационный повод У вас будет мастер-класс в СИД-классе Да, совершенно верно Какого числа? Он будет у нас 9 февраля в субботу с 11 до 2 И как он называется? И какие-то коротко, может быть, тезисы? Конечно, конечно Он называется «Как лавировать в потоках информации» Дело в том, что когда мы начали работать с разными людьми В нашем проекте, где я работаю Мы столкнулись с тем, что есть некие базы Которые технарии все время знают Но люди, кто не имеет технического образования На самом деле почему-то не знают Это очень три простые вещи Это как сохранять пароли и помнить их без бумажки Как наводить порядок в папках И как быстро делать поиск в интернете Все технарии, все айтишники это знают И это делать легко А вот просто так Не то, чтобы выдавать секреты мастер-класса А то есть как-то возможно эти пароли куда-то записать Или в памяти нужно сохранить? В памяти Как это легко запомнить? Да как можно легко это запомнить? Никак не сделать Да ну бросьте Айтишники, они же много паролей знают У них есть система Они же одинаковые, наверное, у них все Нет, они не одинаковые Они просто хитрые И на самом деле это очень легко все строится Но главное, когда мы начинаем сами искать что-то в интернете Да, вот мы с вами до эфира говорили про клиповое мышление Что реально порой сложно самим разобраться с этим Поэтому был придуман вот такой мастер-класс И людям уже надоело вот просто учиться Мы переделали его в формат игры То есть люди просто приходят на три часа поиграть В такую игру что-то близкое, как своя игра Где в игровом формате они сами отгадываются, ревнуются И в игре узнают нужные для них знания Поэтому это, конечно, намного легче и интереснее И это не то, что ты чего-то новому учишься Ты просто отдыхаешь, узнаешь новое, вдохновляешься И понимаешь, о, я могу это применять прямо сейчас Но новое это все равно на ус мотается Конечно, там прям сразу все проясняется И ты понимаешь, где можно это применить в жизни А почему раньше это не работало И почему айтишники этим пользуются с легкостью И не нужно знать очень много Просто главное знать важное Ох уж эти айтишники А можно вот такой вопрос Приобщение вас и вашего курса к сити-классу Как вы встретились вообще? Вы знаете, у нас руководитель проекта Персоноград и групп Юлия Кузьмина Она в свое время часто давала свои мастер-классы Вот именно в сити-классе И таким образом я узнала, что О, есть такое место И когда вот я придумала программу Как ловить поток информации Подумала, ну на самом деле информация ценная Для многих людей, как если Поговорить с сити-классом о том Чтобы она была на их площадке И как-то все срослось И вот теперь она есть на этой площадке И представить сити-классу Говорит, так, а мы же тоже пароли еще пока не запоминаем А давайте, давайте мы тоже пройдем А вот еще вот прям последний вопрос в этом блоке Потом будем переходить на песню На каких людей это рассчитано? Должны быть обязательно люди, у которых по математике Были пятерки там в школе или в институте Или я тоже могу? Это для всех людей, кто наоборот Хочет просто навести порядок в папках Помнить пароли И с легкостью искать информацию в интернете Там не будет ни одной формулы Не будет каких-то вещей, которые вы не знаете То есть все на пальцах Для того, чтобы можно сразу было внедрять жизнь Возраст Вы знаете, у нас одна участница Которая была вот на этой игре Она сказала Проведите, пожалуйста, для моих детей Моим детям 12 лет Я говорю, вы знаете, я для детей не проводила Они все поймут Так что на самом деле Для детей еще не проводила Но минимум возраст был людей от 18 лет Ну и для тех, кому это важно Возраст не ограничен Ой, как интересно, друзья Будем развиваться в этом направлении В течение следующего часа Если у вас появятся вопросы Это 8909-928-189-9 Ватсап, Вайбер, СМС Ну а пока мы ненадолго прервемся И обязательно к вам вернемся Наука и технологии На телерадиоканале Страна.ФМ И продолжаем разговор Для тех, кто к нам только что присоединился Я напоминаю, в гостях у меня Креативный интегратор Стратегический директор проекта Персона Грата Группт Кандидат физико-математических наук Популяризатор науки И Лакай Ромера Райс Еще также тренер И ведущая потрясающих совершенно Как это, образовательные игры Тренинги Да, можно сказать Игра-тренинг Образовательные игры Так, я хотела спросить А вот вообще Физико-математический факультет Это почему был такой выбор? Это вот как-то вот прям Душа лежала цифры перебирать? Ну, на самом деле, я бы сказала Моя душа лежала Ко многим разным направлениям Я была таким с детства Человеком неуемным Хотелось много чего И, наверное, самые большие проблемы У меня в школе были С поведением И с математикой Это, наверное... Не вязалось вообще Не вязалось Но, на самом деле, математика Стала ключом к какой-то усидчивости То есть все остальные предметы Ну, как-то я не могла сидеть спокойно А математика как-то меня увлекла И шаг за шагом Потом появилась физмат-школа И после этого подумалась Относительно Где это может быть полезно в жизни И таким образом Был сделан выбор Мной поступать в МИФИ А там очень много разных факультетов И через какое-то время Я выбрала себе направление Моделирование физических процессов А там вот мальчишек больше было, чем девчонок? Вы знаете, в мое время было и то, и то То есть девчонки тоже Прямо шарят в математике? Да Сейчас, по-моему, мне кажется Вообще Порой даже девчонок больше Вот сейчас Позвольте мне взглянуть на мир Немножечко вашими глазами А правда, что вот математика Она так гармонична и прекрасна Что буквально как музыка Вот смотрят люди на цифры И слышат какую-то музыку внутри себя Ну, я занималась музыкой Могу сказать, для меня это все-таки разные вещи Музыка, она выражает чувства Она выражает настроение Какую-то картину рисует Ну, такая, знаете, синергия создается С математикой общая, наверное, вот эта синергия То есть есть что-то, что объединяет, казалось бы, непонятные вещи Математика может объяснить разные науки Но при этом я бы не сказала, что там есть какие-то чувства Мне кажется, там есть такая точность Логичность Некие законы Вот как раз-таки про отсутствие чувства Сейчас очень много людей волнуется Что искусственный интеллект Что вот этот робот София Мы так и не поняли Она шутила Или действительно предлагала истребить Все человечество Насколько вероятно, что роботы смогут быть Ну, абсолютно человекоподобными Хотя бы какой-то алгоритм Чувства правильного поведения Может быть, в них занесен? Знаете, этот вопрос, конечно же, обсуждается сейчас очень сильно И очень важно, наверное, видеть главные смыслы Дело в том, что искусственный интеллект Он же создан по идее По аналогии того, как сегодня человек думает, что работает мозг Но самый главный нюанс Что человек не знает, как работает мозг То есть есть крупные сейчас исследования международные Которые посвящены как раз вот этому И максимум, что удалось сейчас выяснить Это как работает одна четверть мозга крысы И все И то это как бы вот составные части Поэтому, когда речь заходит о чувствах О всех остальном Ну, как тут можно сейчас об этом говорить Поэтому моя позиция, что зачем вот забегать туда Куда пока еще на самом деле человеку вообще мало что понятно В этом вопросе Это раз А во-вторых, очень часто Когда вот речь заходит о кандидатских Вот почему вспомнилось Кандидаты физмат-наук, они обязательно изучают философию И там есть такая одна вещь, называется физикализм О том, что это иллюзия Если мы разберемся, как работают каждый элемент И что мы воссоздадим на самом деле полностью структуру Часто говорят в этих случаях такую метафору Что если вы теленка разрежете на стейки А потом обратно эти стейки соберете Теленка вы не получите То есть даже если через какое-то время Человек увидит, как именно взаимосвязаны вещи в мозге И передаст это в некую такую технологическую структуру Напишут алгоритмы Это не означает, что мы сможем воссоздать То, что вот незримо есть у каждого человека То есть есть все-таки что-то, что человеку совершенно не подвластно Может быть и не должно быть ему подвластно Ну, наверное, и не должно В этом и интерес, мне кажется А вот в любом случае Сейчас так развиваются технологии Что роботы, роботы, роботы Вообще, в принципе, в идеале Для чего развивает искусственный интеллект? Чтобы разгрузить людей Чтобы о них кто-то позаботился Чтобы был кто-то беспристрастный в анализе информации Ну, я работаю с искусственным интеллектом Наверное, уже лет семь Вот так вот, если вспомнить самое начало И когда я вот начинала Я тоже изучала Вообще, в каких областях его применяют Зачем? Вот зачем все это задумывалось И ключевая особенность Что на самом деле Искусственный интеллект Он заменяет рутинные вещи Которому человеку сделать сложно А эти рутинные бывают вещи разные Одно дело Вот тот же самый робот-курьер То есть зачем раз за разом Где-то делать самостоятельно Если можно написать алгоритм Который это спокойно Окунуть в железо И спокойно все это будет работать А другое дело Когда речь заходит О большом объеме информации То есть человек просто не в состоянии Сам в голову себе запихнуть И понять, что к чему И тут можно использовать Разные как раз инструменты Которые из-за него Автоматически это сделают Вот мы обязательно поговорим Об этом подробнее Но сначала прервемся На небольшую рекламу Друзья, будьте с нами Вот, кстати, про искусственный интеллект Я не то чтобы недавно Где-то два года назад Смотрела фильм про то Как человек влюбляется В искусственный интеллект И она его потом бросает Потому что говорит Что-то ты глуповат для меня, дружочек Насколько все это близко к реальности Мы сегодня говорим В программе «Наука и технология» И остановились мы на самом интересном месте Что изначально искусственный интеллект Грамотный такой Задумывается для больших Объемов информации Для анализа этих данных Частично, да То есть где-то Действительно его применяют Для анализа данных Где-то его применяют Чтобы заменить Какие-то рутинные вещи Плюс ко всему Конечно же Искусственный интеллект Это вещь такая Которая очень помогает В безопасности Ну, например Мы порой У кого есть Google почта Получаем такое сообщение Что кто-то там Зашел на вашу Google почту Да, то есть Это Есть потенциальная угроза Такая Действительно Вот есть алгоритмы Которые помогают Вот это вычислять И человеку это сложно Поэтому в этом Есть большая польза Ну, а Фильмы Многочисленные Которые говорят о том Что искусственный интеллект Нас уничтожит Что вот он Что-то там Что он выйдет в интернет Самообразуется Увидит Как жестоко человечество Придет к выводу Что человечество Это вот так сказать Микроб Который нужно стряхнуть И очистит планету Есть вообще Такая вероятность Что искусственный интеллект На это способен Ну, на самом деле Как это Фантасты На то они и фантасты Благо Как бы Те же самые фантасты Придумывают две ветки Развития событий Интересно всегда посмотреть Конечно же Кто-то говорит о том Что Возможно Будет что-то близкое К матрице Да И конец света И все остальное Другие говорят Совсем другую картину Многие из нас знают Фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона Как раз Где То же самое Искусственный интеллект Служит на пользу Человеку Вот это дерево Огромное Это тот Образ Который одевался Главный герой И становился Самим «Аватаром» То есть там Как раз Используется Искусственный интеллект А я-то думала Тут метафора такая Что вот это дерево Объединяющее целый народ Направляет им Через космические линии Какую-то мысль Ну Может быть и так Но Если говорить Про хороший микс Именно искусственный интеллект И естественный интеллект Что он дополняет То, что не может человек Но тут бы главное Чтобы человек Использовал все это В мирных целях Каких-то хороших Чтобы развивать Созидать А не то Как вот например Это было в фильме «Аватар» Поэтому как раз Одна из ключевых вещей За что отвечает Именно человек На чем обучать Искусственный интеллект Потому что Как-то Искусственный интеллект Он работает по алгоритмам Есть факт А интерпретация Будет человека Ну то есть условно Например Как сказать Что собака злая Это человек говорит Вот если собака Там условно лает Пять раз Значит Вероятно Она становится злой И вот эти критерии Задает человек Поэтому на самом деле Все управление Искусственным человеком Искусственным человеком Определяет Естественный человек Но вообще Искусственный интеллект Он в чем-то похож на ребенка Ребенок же тоже Чистый лист Все зависит от того Что мы в него заложим Но можно ли так сказать Что если создается Алгоритм Способный обучаться И вдруг он попадает Не в те руки То это прям опасность Я думаю Что на самом деле Хорошие программисты Кто пишет Они на самом деле Всегда будут обезопас Делают безопасность В этом моменте Могу сказать Что мой опыт Когда я программировала Искусственный интеллект У него очень ограниченная функция То есть я задавала Конкретно Что и как он считает Что он берет в расчет Что нет Если говорить Что искусственный интеллект Выйдет в интернет Начнет сам сам обучаться Это большие сказки На самом деле Потому что Как сказать Все инструменты Задают сами программисты Создать такую систему Которая вот так вот Раз за раз И все возьмет Как губка впитает Ну сейчас Это большие сказки Большие иллюзии Поэтому вопросы Потому что И технических таких ресурсов На сегодняшний день нет Вот вы меня успокоили А то я же переживала Я вообще в принципе За все переживаю Про зеленых человечков Искусственный интеллект Ну то есть Все что мне показывают в фильмах Я воспринимаю Как потенциальную угрозу Сейчас нужно отдышаться И мы вернемся К нашей интересной беседе Ребята Друзья Товарищи Если у вас есть вопросы То 8909 928 Пишите срочно Говорим про искусственный интеллект Страсти накаляются Я все-таки еще раз задам этот вопрос Возможно ли вписать Какой-то алгоритм чувств Или сочувствия Чтобы хотя бы Я не знаю Может быть он не чувствовал Этот искусственный интеллект Но вел себя Так как будто чувствует На самом деле Сейчас это используют Это такой микс Когнитивной психологии И программирование То есть Есть некие такие Импульс-реакции Вот в когнитивной психологии Об этом много говорят Это о том Что порой часто Когда мы слышим Какой-то индикатор Чаще всего По процентному соотношению Люди ведут себя так И на этом построены Разные технологии НЛП И так далее И когда например В искусственный интеллект В диалог Не знаю В чат-бот В голосовой помощник В любой такой Интерфейс Через который мы общаемся Встраивают вот такой Алгоритм беседы То есть человек просто Как-то отвечая на вопросы На самом деле Выходит на определенные эмоции То есть это тоже Такие закономерности Но Это иллюзия Думать что вот На самом деле Как-то он меня понимает Да Как он так этот вопрос задал Это то что Просто уже выведено раньше И записано В такую структуру А, Б, Ц, Д Но ведь и говорится Что люди тоже не снежинки Мы тоже распределены По каким-то группам В том числе по В психологии Нас на кого делят Ну какие-то группы На типы поведения На типы поведения Вот забыла Очень легкое слово Но тем не менее Я просто вся в искусственном интеллекте Держу это в голове Чтобы это не забыть Теперь забыла Про искусственный интеллект Беда, беда С моей Но если говорить Про типы поведения И про действительно Разные классификации Которые есть в психологии Всегда Особенно в психологии Речь идет Об интегративном подходе То есть это когда вы Не просто точно смотрите Вот если человек Этот сангвиник То он такой-то Если он флегматик То такой-то Важно смотреть комплексно Какие еще есть элементы Именно под этого человека Ну грубо говоря Если у него была властная мать То он скорее всего Ведет себя так-то, так-то, так-то И если искусственный интеллект Все эти штуки прописал себе Ну возможно, да И как бы если Особенно знаете Как это работает Для тех Кто чаще всего Полагается на мнение со стороны Ну то есть О, мне сказали Вот так Пусть будет так Но мы знаем Большое количество Творческих людей Которые Как бы плевать хотят На разные условности Да, вот для них Искусственный интеллект Вообще То есть искусственный интеллект Кипит Он не знает Как к ним подойти Поэтому так важно Проявлять креативность Развивать это И не уходить в стандарты Что если я такой То такой А вот сейчас Новые технологии Вот например В машину человек садится Раньше чтобы машина Якобы умная машина Могла определить Поддал он немножечко Или нет Нужно было куда-то там дуть Пальчик слюнявый Прикладывать И так далее И тому подобное Сейчас какая-то штучка Висит на лобовом стекле И анализирует мимику То есть по мимике Видно Человек Немножечко поддал Или может быть Он очень сильно устал И сейчас заснет И машина ему говорит Извините Мы никуда не едем Это тоже искусственный интеллект Да, это искусственный интеллект Совершенно верно Но вы очень верно Подметили Что у него есть Вот эти классификации То есть это не означает Что человек Именно там пьяный Да То есть вероятно У него может быть Сейчас какое-то Просто очень слабое состояние Депрессивное Или еще какое-то И действительно Система просто видит Что реакция Например Обычная Классическая Отличается от того Что было То, что есть сейчас То есть условно Если он каждый день садился Утром Бодрый и так далее То например Он за такое-то время Улыбался Подмигивал Или еще что-то делал А тут все замедленное То есть для него Это такой индикатор Я вспомнила сейчас Очень смешной ролик Который Я не знаю Видимо это была Социальная реклама Против искусственного интеллекта Умные дома Там ночью молодой человек Просыпается Начинает пить кофе Танцевать Там музыка Музыка заиграла Кофе Кофе сделала И он вышел Пошел к стоматологу А когда он возвращается У него обколот рот Значит Он говорит там Open the door Ну по-английски Открой дверь А искусственный интеллект Вот эта вот система говорит Включаю песню Питбуля On the floor И там идет дождь Он говорит Впусти меня Открой дверь И в общем-то Ни в какую не вошел И говорится Что лучше пользуйтесь Ключами по старинке Не видели такое? Ну я слышала Похожие версии Действительно Такого стеба Над искусственным интеллектом Но мы сейчас Этим сталкиваемся Когда пользуемся Алисой Либо Те же самые Сири Когда там Позвонит Такому-то человеку А он там Коверкает имя Неправильно ставит ударение Но это такая Это еще лайт версия И конечно же Очень важно Иметь инструменты Управления Слушайте Ну какая гордость Была за Алису Когда она появилась Потому что все Сразу начали ее тестить И какие-то пасхалочки Выкладывали Иногда у нее были Очень грубые ответы Алиса Вот тебе на заметку Если ты нас сейчас слушаешь А иногда Прям было очень интересно Например Когда спрашивали Кто тебя Создал Она говорила Там команда разработчиков Такая-такая-то И еще один хороший человек Да-да Пограммисты Втянули туда юмор Это приятно Да, это очень приятно Так Я хотела бы еще поговорить Ну вот про искусственный интеллект Мы все поговорили Мы понимаем Что он нам пока не угрожает Ему вообще не до нас Но сейчас же активно Внедряются технологии Роботизированной техники Да, которая немножечко соображает Для того, чтобы, например Пиццу привозить Беспилотное такси И Снэк-боты Сейчас запущены в Америке Это маленькие роботы Которым ты в приложении Заказываешь Что тебе привезти покушать И они прям к студентам Устремляются С бутербродом И с чайком У нас вот здесь В Москве В Санкт-Петербурге В Екатеринбурге В Самаре В крупных городах Когда вот стартанет Все это веселое дело Да, на самом деле Сейчас очень большой Такой фонд Инвестиций Идут в такие проекты Потому что перспектива Конечно же в этом хорошая Но важно, конечно, понимать Что у нас тут В России есть зима Она накладывает Свои нюансы Заметет Ну вот как у нас В ближайшие выходные Было Представляете Вот так вот Попадет он По 20 сантиметров снега Да, то есть Есть какие-то нюансы Ну, конечно же Технологии идут Это с одной стороны здорово Но есть такая особенность Что человек становится Более ленивым Да, то есть С него же забирают Вот эту всю рутину Да, зачем выходить из дома Сейчас не Я вызвал снэкбота Да, и все будет Та же самая ситуация Происходит во многих Других сферах Да, то есть Казалось бы Вот этот большой вектор Роботизации Уровня техники А то же самое Вот клиповое мышление Которое возникает Из-за того, что Очень большой объем информации Мы просто можем Только чуть-чуть В голове за раз удержать И справляется психика Конечно, да И вопрос Что с этим делать То есть Есть большая иллюзия Что вроде бы Все так здорово А с другой стороны Важно Тихоньку Раз за разом Искать под себя инструменты Как не лениться Развиваться Чтобы вот Все-таки быть нагременной Я про ленивых человеков Человеков Я знаю, что ли говорят Не так Вспомнила историю Помните мультик Тоже был в Вале Когда там перевернулся кто-то И ему говорят Пожалуйста, не шевелитесь Роботы сейчас вас поднимут Это тоже такое Некое господство роботов Понятно, что они были На службу у человека Но человек практически В негодность пришел Друзья, мы сейчас прервемся А потом вернемся И продолжим наш классный Увлекательный Образовательный Практически игровой разговор Все здесь в прямом эфире Страна.фм Наука и технологии На телерадиоканале Страна.фм Ой, как здорово Как интересно Я чувствую, что прям умнее Понимаете, ребята Я хотела еще вот что спросить Лене, лене Но люди-то некоторые Сейчас практически Забастовки устраивают Говорят, что роботы Отбирают наши рабочие места Вот тут вопрос, я не знаю Этики Тут вопрос какого-то Развития общества Если придут к нам Беспилотники Если к нам придет Полностью автономное Производство То что будет с людьми? Да, это действительно Такой вопрос Которым говорят очень многие Особенно в больших корпорациях Когда это вопрос Не тысячи людей А миллионов людей Миллиардов Если говорить по земле На самом деле Картина очень конкретная Да, действительно Роботы заменяют Программы Заменяют такие Рутинные вещи Которые раньше делали люди Вопрос, что делать людям На самом деле Ответ очень простой Дело в том, что Ключевые знания Опыт Заложен именно людей Ну то есть Настоящие профессионалы Они умеют делать то Что роботы не умеют Ну например Когда я работала Именно с искусственным интеллектом В области биомедицины Мы делали поиск лекарств С помощью искусственного интеллекта На самом деле То есть оптимизировали этот процесс И когда я столкнулась с сложностью Что я не могу Дойти до сути Я пошла к экспертам В этой области Доктор наук Который на самом деле Интуитивно Очень многие вещи знал И он говорил Ты знаешь Тебе надо вот это Вот это учить А еще вот это А математики верят в интуицию? На самом деле Ученые Которые открывают новое Они верят в интуицию Потому что идеи приходят оттуда А мозг нужен для того Чтобы это объяснить То есть все-таки Подсознание наше все Интуиция Она действительно двигает вперед Это Очень важно сейчас В эпоху искусственного интеллекта Тоже И понимать Потому что Задачи человека Абстрактные вещи Переводить в конкретные Поэтому те люди Кто понимает Что их Сегодняшний функционал Заменяет роботы Очень важно посмотреть А где еще Они могут быть полезны Именно с этой стороны Есть какой-то другой опыт Даже в той же самой Сфере Который На самом деле Тоже можно было Автоматизировать У них есть внутреннее чутье Опыт Понимание Как это происходит И можно быть таким Наставником для роботов Условно То есть научиться Те абстрактные вещи Которые мы как-то На глазок делаем Переводить в конкретные вещи Которые можно передать роботу И следить за тем Насколько верно он это делает Я вот тут шутила Что в Токио В преддверии Олимпиады Тестируют беспилотные автобусы Там сидит человек Который полный цикл Полная смена работы Он просто сидит и наблюдает Правильная машина работает Получается он присутствует На рабочем месте Получает зарплату Но нагрузка на него Уже ложится не такая Еще вопрос экологии То есть мы все знаем Что мобильные телефоны Которые Ну неизвестно Там вшивают какой-то чип Чтобы они ломались Каждые полгода Или не вшивают Но тем не менее Вот эти вот аккумуляторные батареи И так далее Они очень разрушают среду Как вот роботизированность Производства Скажется на экологии Это лучше для экологии Или хуже Я думаю со стороны экологии На самом деле Современные технологии Будут играть в большой плюс Потому что это уже Вот вектор начинается Четвертая промышленная революция Там с 20-го года Когда идет замещение Разных источников энергии И таким образом Для того Чтобы планета Была более В таком выгодном состоянии То есть Вот это устойчивое развитие Это тренд Который мне лично Тоже очень импонирует То есть ключевой смысл В том Чтобы использовать ресурсы Так чтобы хватило Следующему поколению И конечно же Когда мы изо дня в день Не обращаем на это внимания Мы как-то не замечаем Какие-то мелочи Которые на самом деле Скопом Очень сильно влияют А когда такие вопросы Начинают быть под контролем Каких-то роботизированных систем Либо таких программ То это на самом деле Вот М маленькая Сто процентов М большой То есть вот эти маленькие Казалось бы нюансы Очень сильно повлияют На то Как будут жить наши дети Через какое-то время У нас остается Не так много времени Я предлагаю еще раз Напомнить Когда будет проходить Ваш мастер-класс Он будет проходить У нас 9 февраля В субботу С 11 до 14.00 Поэтому приглашаю Всех кому важно Наконец хочется Сделать первый шаг В область Вот сегодняшнего Такого перегруженной Информации мира Научиться Легче Быстрее искать информацию В интернете Наводить порядок В папках Чтобы не было Вот такого бардака Который бывает На рабочем столе И думаешь Боже я больше не хочу Открывать свой компьютер И конечно же Легко и с удовольствием Запоминать свои пароли Которые будут доставлять вам Действительно удовольствие Радость А не то что Головная боль Опять я не помню Как же этот пароль У меня звучит Так а какие-то еще Следующие мастер-классы Проекты Сейчас над чем работаете Да я работаю Над разными направлениями У нас Ключево в нашем проекте Мы работаем Содействуем в области Интеллекта И естественного И искусственного Естественного Мы развиваем программы Которые помогают человеку Быть в прогрессивном Современном мире И это программа Которая у нас будет Стартовать Уже в ближайшие четверг Мы будем запускать Программу Человекодвижения Перезагрузка Сертифицированная программа Для тех Кто как это Недавно буквально таки Слышала хорошую фразу Очень много людей Которые пропадают Без вести А при переходе От слов к делу То есть порой Такое бывает Особенно вот Нашу сферу Перегруженной информации И важно проявлять Такую свою ответственность И вот эта программа Об этом Бывает, но не с нами Потому что если вы с нами Вы во всем разбираетесь И ни от чего не сбегаете Креативный интегратор Стратегический директор Проекта Персона Грата Групп Кандидат физико-математических наук Популяризатор науки Популяризатор Я выговорила И Лакая Ромеро Раис Спасибо вам огромное За то, что вы пришли А также еще тренер И стратег И вообще мегамозг Спасибо вам большое Было очень интересно Наука и технологии На телерадиоканале Страна.ФМ